Всем еще раз привет и добро пожаловать в волшебный магазинчик Trends on Träume. Я знаю, что добавились новые подписчики на канал. О чем этот канал? Да, обо всем. Мы и по церквям ходим, и по замкам, и показываем, где купить в Германии нормальную селедку. Но вот конкретно в этом видео мне хотелось бы вам немножко показать и рассказать Матильду М. Потому что я знаю девчонки на выходных, как я смотрю, у нас сколько, я не знаю, 20, по-моему, новых подписчиков. Вау, лед тронулся. Ух ты! Раньше по 200 в месяц добавлялись, а теперь по 20, мы уже радуемся. Но я всегда рада всем подписчикам. Спасибо. Спасибо за вашу активность. Французская марка, Матильда М, делают концентраты для парфюмерии для дома, не для тела. Хотя для тела тоже есть три парфюма, но они будут с весны опять в программе. В общем, делают в Грассе, Грассе, столица, мировая столица парфюмов. Именно из Грассы идёт Герлен, Шанель и так далее. И в Грассе любой самый обычный смертный человек может сделать мастер-класс по парфюмам. И даже придумать собственный парфюм с вашим именем. Может быть, когда-то и туда доберёмся. Вот, Матильда. Около 15 ароматов, совершенно разных для дома. Вот так вот выглядят спреи. Меня часто спрашивают, это наливать куда-то? Нет. Это не наливать, это брызгать в помещение. Например, вы сделали очень вкусненькую рыбку в доме. Вот когда мы, например, пирожки делали. Или пирожки, давайте пирожки. Когда мы делаем пирожки в духовке, пахнет уютом, пахнет вкусно, всё супер. Но если они на масле, жареные, пирожки-то сами по себе вкусные, но этот запах в доме, который остаётся, с ним нужно как-то быть. Вот как с ним быть? Спрей. Вот такой вот бутылки хватает, но я говорю, на полтора года. Люди мне говорят, даже до двух лет. У нас также есть декор, который пахнет. Пахнет не потому, что вот некоторые меня здесь спрашивают, это вы его парфюмируете? Нет. Мы получаем уже это пахнет. Они это в такую ванну опускают с маслом. Вот если вы посмотрите, казалось бы, масла не видно. Но если это оставить на текстиле, либо просто на мебели деревянной, появится когда-то пятнышко. Поэтому это должно где-то висеть, либо лежать на каком-то упалом, на каком-то красивом подносе. Придумывайте сами, включайте фантазию, без границ, как можно презентировать эти классные вещи. Но я бы, например, бабочек повесила две. Я бы брала две, если честно. Я всегда люблю все 2-2-2 в декоре. Что я хотела показать? Вот эти вот бутылки – это наполнители. Когда вы, например, покупаете вот такой набор, в этом наборе есть уже вазочка, ротановые палочки. И закончится когда-то этот волшебный аромат. Ну, это у нас конкретно сейчас-то лимитированный, который пахнет кексиками, пахнет Рождеством, шоколадом, цинт. Как этот цинт называется по-русски? Господи, корица, да? И, например, вы летом захотите что-то другое, меняете палочки. Палочки не выбрасываем. У нас палочками девочки окуривают помещение, потому что они масляные. И берете, например, розу Элеганты, которая пахнет чем-то свежим, зеленым, классным. Я хотела бы обратить внимание на вот такую серию диффузоров, которые почему-то на YouTube-канале оставлены без должного внимания. Мне так, по крайней мере, показалось. Поэтому сейчас будем разбираться, почему. По какой причине? Пишите в комментариях. Почему в магазине эти диффузоры берут хорошо, а мои подписчики не обращают внимания на такой замечательный диффузор. Во-первых, дизайн. Раньше у нас были бутылочки. Эта коллекция называется Мария Антуанет. Это имитация платья. Раньше они даже были в антраците и в белом. Затем просто в белом. Теперь они добавили вот такую ребристость. Мне очень нравится. И нравится перлышко вот здесь. Хотя я очень часто... Сейчас, кстати, посмотрю, получится у меня открыть, либо не получится. Что это у нас? Сантал? Нет, сантал мы открывать не будем. Нам нельзя открывать сантал в магазине, потому что у нас очень много камней сантал, и он уже доминирует. А если мы сейчас еще один поставим, люди будут думать, что это все один и тот же аромат. Поэтому мы сейчас откроем не сантал, хотя секрет и сантал, секрет сантала. Я очень люблю этот аромат. Я читала ваши комментарии. Оказывается, есть какой-то мужской парфюм все-таки, который так пахнет. Даже Лиля проявилась в комментариях. Лиля, мы тебя сто лет не видели, не слышали. Отлично, что ты опять проявляешься. Оказывается, у нее даже есть какой-то парфюм, который чем-то напоминает наш новый аромат секрет сантала. Вот так это упаковано. Палочки ротановые достаем. Бутылочку достаем красивую. Посмотрите, какая прелесть. Ну как это можно не любить? Ну вот как. У меня даже платье есть такого цвета. Если найду классную студию, найду хорошего фотографа, мне нужны актуальные фотографии. У меня очень много было фотографий из фотосессии, которую я делала два года назад, но как бы она уже не актуальна. Потому что у меня другая прическа, у меня уже другая стрижка. И хотелось бы иметь актуальные фотографии. Ищу фотографа. Но те фотографии, которые мне нравятся, я всегда слышу, там нужна студия, там нужна студия. Да я бы и магазин использовала как студию. Я ведь разрешаю многим приходить и делать здесь фотосессии. За столом, в витрине, на тех же санках, да? Поэтому, может быть, меня кто-то смотрит. Ты креативный фотограф. С радостью приму участие. Так, смотрите, ротановые палочки. От количества ротановых палочек, конечно же, зависит то, насколько интенсивно будет пахнуть этот аромат в комнате. Открываем. У меня, кстати, одну бутылку не получилось открыть, потому что они теперь это придумали с резьбой. Раньше просто был колпачок, а теперь резьба. Я тянула, тянула, тянула. Думаю, зачем они это сделали? Упс, видите? Опять. Я просто больше силой применила. Теперь это вот такой колпачок. А знаете, зачем, например, вы уезжаете в отпуск на 2-3 недели? Тогда это закрыли, палочки в кулечек положили, не расходуете попусту аромат. Ну, я бы так не делала, потому что всё-таки дома должно быть пахнуть всегда. И даже не тогда, когда мы там есть. Правильно? В общем, вот такой диффузор. Я позволю себе всё-таки добавить вот сюда жасмин. Потому что люди как-то странно реагируют. Они вот, я свечу подожгла, стали покупать свечи. Потому что я слышу только, ну, очень красиво. Ну, жалко, жалко, жалко. Вот такая свеча стоит 35 евро. Здесь тоже, ну, очень красиво, но жалко. Да что ж здесь жалеть? Наслаждаться нужно, жить нужно вот сегодня, сейчас, а не потом, когда-то. Так, где? Есть мой любимый жасмин. Я, кстати, дома сейчас жасмин. Ёлочка у меня практически уже закончилась. Добавляю совсем чуть-чуть. Первый раз за минимум 5 лет позволяю себе в магазине наполнить диффузор ароматом. Сейчас скажу, по какой причине. По той причине, что люди переворачивают эту вазу, чтобы посмотреть вот здесь снизу, сколько это стоит. И это при том, что нужно же ведь понимать ещё и психологию клиента, да? То есть мы возьмём сейчас эту вазочку, мы поставим её вот здесь. Рядом с ней обязательно поставим цену. Но этого особо никто не поймёт, поверьте мне. То есть будут всё равно пытаться эту вазу перевернуть. Вот так это рядышком. Мне просто настолько нравится этот диффузор. Я в полном восторге, что я не могу понять, почему почему на YouTube-канале только один заказ этого прекрасного диффузора. Hello, guten Tag! Сделаем паузу. Я специально добавила совсем чуть-чуть. Вот так. Вы видели, да? Потому что я больше чем уверена, что это перевернут в итоге. И я один раз перевернула палочки сразу же. Я уже чувствую аромат джасмина. Я просто его чувствую. Я сегодня ухожу в 5, а вот с завтрашнего дня до 18.00 и дольше. Мне интересно будет, какой запах будет завтра здесь доминировать, когда я приду завтра. Мне очень нравится. Вот в открытом виде, когда наполнено, ну просто сказка. Красиво, классно. Стоит такой диффузор 45 евро, но это набор. Это набор и палочки, и вазочка, и 200 миллилитров нахвюля. Вот такая вот большая бутылочка. Видите? Пишите в комментариях, какие ваши ароматы любимые, какие ароматы вы еще не пробовали. И я очень надеюсь, что лед тронется с этими диффузорами, потому что я не могу поверить, что только я была настолько ними очарована. Потому что до сегодняшнего дня только один заказ в Ютубе. Постоянные они уже это попробовали, они уже вязали. Давайте. Целую, обнимаю. До скорого.